Красота в глазах смотрящего. Мария художник. Больше 20 лет живет в живописном Звенигороде. В городе ей знаком каждый уголок. Уверена, легендарный малиновый овраг – лучшее место для установки колокола. На мой взгляд, вот этот ландшафт, который здесь, и место, которое выбрано, оно очень неплохое, потому что здесь можно будет и подойти к нему, и сфотографироваться, и полюбоваться, и с любой точки будет со всех сторон видно, и в любую погоду. Я думаю, что это вполне себе хорошее место, хороший выбор. На звоннице Самина Старожевского монастыря установят новый благовестник – точную копию колокола 17 века, отлитого при Алексее Михайловиче. Его звон считался одним из самых красивых. На гербе города изображен именно он. Промежуточный колокол, который неблагозвучен, его решили оставить в Звенигороде как символ города, и для этого нужно было найти какую-то площадку в историческом центре города, но тем не менее, которая вместила бы этот колокол, он не маленький. Серебро символизирует веру и чистоту, золото, земное и небесное величие. Колокол – центральная фигура Звенигородского герба. Все-таки у нас колокол на гербе, и это такой символ Звенигорода, не кажется, моего. Мы уже созрели, чтобы колокол стоял в центре города. И был и арт-объектом, и символом. Главный символ Звенигорода установят на постаменте. Благоустроят и малиновый овраг. Добавят скамейки, освещение, высадят гортензии. Сейчас идет работа над проектом. К его реализации приступят весной следующего года. Карина Яряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok